Кто из российских боксеров продолжит победные традиции на международной арене вслед за самарцами Василием Шишовым и Олегом Саитовым? Ответ на этот вопрос мы получим через неделю, после того, как завершится очередной чемпионат России, впервые в истории губернии, стартовавшей вчера в Самарском дворце спорта. Гостей и участников праздника бокса приветствовал губернатор Константин Титов. Я хочу, чтобы борьба была откровенной, бескомпромиссной, судьи справедливые и пусть победят сильнейшие славой и почетной. С выше 200 боксеров из почти 60 регионов страны вступили в борьбу за право называться первой перчаткой страны. Игорь Власов, Юрий Обухов, Дэви Гоги, Александр Ясмейкин и другие представители нашей области составят серьезную конкуренцию тем, кто претендует на место в национальной сборной. В рамках чемпионата проходит и восьмой традиционный турнир на призы заслуженного мастера спорта Василия Шишова, который на этот раз возглавил главную судейскую коллегию. Предварительные бои пройдут на арене Самарского дворца спорта, а финалы состоятся там же в ближайшую субботу и воскресенье. В эти минуты на ринге в установленном Самарском дворце спорта продолжаются четвертьфинальные поединки чемпионата России по боксу. Из 13 самарских спортсменов, принимающих участие в национальном перенстве, борьбу продолжает только 6. В равном бою потерпел поражение один из самых опытных спортсменов, мастер спорта из села Красноармейская Юрий Обухов, выступающий в весовой категории до 67 килограммов. Он уступил опытному Вячеславу Шарапову из Перми. Ну и все-таки, кто реально может пробиться в призеры? Очень тяжело говорить, потому что я еще раз хочу сказать, боксом можно там посечку сделать или еще то. То есть завтра посмотрим, и ринг покажет, кто достойный у нас. Финальные бои чемпионата России пройдут в воскресенье, а накануне определятся бронзовые призеры во всех 12 весовых категориях. На чемпионате страны по боксу, который проходит на арене Самарского дворца спорта, наступает пора решающих поединков. Завтра станут известны имена финалистов, а послезавтра обладатели золотых наград. Но главный итог соревнований уже известен. Нынешний чемпионат стал знаменательным событием в истории российского бокса. Такое внимательное отношение не везде встретишь. Поэтому большое спасибо и руководству области, руководству города, ну и руководству федерации бокса. Итак, в воскресенье мы узнаем имена первых перчаток страны. Надеемся, что среди них будут и самарские спортсмены. Три золотые и две серебряные награды – таков итог выступления самарских боксеров на завершившемся вчера в Самарском дворце спорта чемпионате страны, в котором принимали участие более 250 спортсменов из 57 регионов страны. Перед началом финальных поединков спортсменов и зрителей, до отказа заполнивших трибуны дворца, приветствовали почетные гости турнира. Губернатор Самарской области Константин Титов, вице-президент Национального олимпийского комитета России Геннадий Алешин, известный политик Александр Коржаков и другие. Героям Сидния, олимпийским чемпионом Олегу Саитову и Александру Лебзику и их наставникам были вручены ценные подарки. А затем в ринг вышли финалисты. Золотые медали чемпионов страны получили три самарских боксера – Владимир Ясмейкин, Денис Попов и Игорь Власов. Павел Мутушкин и Дэви Гогия удостоились серебряных наград. Самарцы, имея свою определенную историю боксерскую, они подтвердили то, что они лидеры в России. Новое поколение самарских спортсменов смело стучатся в дверь национальной сборной, лидером которой по-прежнему является двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов. И не случайно на закрытии чемпионата прозвучало – Россия должна иметь трехкратного победителя Олимпийских игр.